Здравствуйте! Если для вас оказалось неудобным время, например, проведения встречи или вы не смогли дослушать до конца, то приглашаем вас на наш сайт. Через некоторое время мы выкладываем записи вебинаров и надеемся, что там вам пойдется интересная для вас информация. Ну и, соответственно, может быть, еще какие-то материалы вас заинтересуют. Программа нашего сегодняшнего вебинара, вы ее сейчас увидите на экране. То есть мы поговорим про настройки, которые необходимо сделать для того, чтобы блок работал, соответственно, с вашими потребностями. Поговорим про доставку, то есть про логистику, про учет спецодежды. Самый основной, наверное, документ это проведение инвентаризации, то есть как она отражена в конфигурации. Про отчеты, которые можно получить по складу, то есть и складские остатки, и некоторые другие вопросы. Ну и, соответственно, еще зацепим немножечко дополнительные сервисы, которые облегчают жизнь не только для работы со складским учетом, но и в других ситуациях. Итак, первое, с чего мы начнем, то есть как бы сам по себе раздел склад, вы видите сейчас на экране. У нас располагается вот таким образом и раздел инвентаризация, то есть угруппированы документы, которые чаще всего используются при работе с этим разделом складского учета. Но перед тем, как начать работать с складским учетом, нам нужно будет все равно выполнить некоторые настройки. Сейчас мы перейдем к этим настройкам и, соответственно, посмотрим с вами их уже, так сказать, вживую. То есть мы с вами будем часть информации смотреть на слайдах и будем переключаться параллельно на демо-версию и смотреть на демо-базе уже с вами то, о чем мы поговорили, так сказать, на теоретическом аспекте. Я сейчас переключаюсь на демо-базу и здесь сразу хочу сказать один момент. То есть работать мы с вами будем на вот такой конфигурации. Мы с вами можем посмотреть, какая конфигурация у вас вот по такой пиктограммке. Переходим и вот информация и с точечкой, то есть сведения о программе мы с вами видим вот в таком окне. Здесь у нас отражается информация о платформе, которая у вас установлена и, соответственно, о релизе самой конфигурации, с которой мы будем работать. Почему это важно? Потому что, несмотря на то, что сам по себе складской учет менее подвержен, ну, скажем так, каким-то изменениям, тем не менее взаимосвязь с другими разделами учета, с другими аспектами, естественно, прослеживается. И поскольку в этом году у нас очень много было всяких новшеств, то есть и изменения системы учета и введения каких-то дополнительных функций, то, естественно, лучше, если вы заранее проверите, какой у вас установлен релиз и что то, о чем мы сможем сегодня поговорить, вы сможете повторить на своей конфигурации. Теперь мы с вами переключаемся в раздел администрирования и я хочу обратить ваше внимание, что когда вы начинаете работать со складским учетом, вам нужно проверить настройки, которые у вас уже были сделаны и начинаем мы это с раздела функциональность, то есть это общие настройки и, соответственно, как вы видите, они структурированы по разделам учета. И, как вы видите, отдельного подраздела склад у нас здесь нету. Собственно говоря, это почему такая ситуация происходит, потому что складские документы это практически документы, которые возникают при работе с блоком продажи и при работе с блоком закупки. Соответственно, плюс ко всему, если мы работаем с запасом, мы в обязательном порядке должны учитывать ФСБУ-5-2019, которое регулирует и понятие, что такое запасы и, соответственно, другие достаточно многие аспекты. А почему нас интересуют запасы? Потому что в этом году у нас, как вы знаете, вступил в применение электронный документ оборот по транспортным услугам. И если мы с вами заходим в меню запасы, у меня, поскольку домобаза уже заполнена, мы есть сведения, то, как видите, у меня вот здесь вот эти галочки неактивны. То есть, соответственно, если вы работаете по складу, например, с доставкой или какими-то другими транспортными сервисами, то вот здесь вот нужно проставить чекбокс, то есть вот эту зелененькую красивую галочку, что у нас разрешена работа с путевыми листами. И в этом случае у нас доступно будет формирование и самого путевого листа, и, соответственно, учет ГСМ и так далее. И, собственно говоря, раздел торговли нас будет интересовать в отношении настройок, вот с какой стороны. То есть торговля, как вы видите, у нас может быть нескольких видов. Соответственно, это и розничная, и оптовая торговля, и работа с маркетплейсами. То есть в этом случае нам надо понимать, что и складское хозяйство должно быть организовано как бы в соответствии с этими направлениями. То есть если у нас есть розничная торговля, значит, мы должны создать склады с признаком розничной. И если у нас оптовая торговля, то, соответственно, должны быть оптовые склады. И вот сейчас для того, чтобы проверить, что у нас в этом отношении есть настроенного, мы с вами еще раз через меню администрирования, ну, в принципе, естественно, желательно проверить все параметры учета, которые вы задавали перед тем, как начали работать со складским блоком. Соответственно, чтобы проверить структуру нашей с вами организации, мы должны проверить, какие у нас есть сами по себе организации, и настроить введение складов, если у нас это еще не дано, это еще не сделано. То есть в меню организации мы проверяем журнал наших юридических лиц, и, соответственно, после этого мы можем образиться к настройкам уже подразделений складского учета. Здесь есть несколько тонкостей, мы сейчас про них поговорим поподробнее. Ну, боками мы переключимся с вами на слайдики. Сейчас я подвину вот так вот на слайдики. То есть раздел склад мы с вами вот уже видели на картинке, на слайдике нашем. И теперь нас интересует раздел, где мы можем завести склады. То есть мы с вами проверили по первоначальным настройкам функциональность. Проверили, что, например, если организация имеет розничные торговые точки, то, значит, соответственно, розничные склады, оптовые или там комиссионные, то у нас должны быть настроены и сами склады. Настраиваются они в разделе справочники. И вот вы видите, у меня красно выделена позиция склады. Переходим снова на демо-версию и переходим в раздел справочники. И вот у нас здесь задается раздел товара и услуги, соответственно, номенклатура и склады. У меня создана по одному складу на каждый тип торговли. То есть у нас может быть неавтоматизированная торговая точка, то есть это тип склада. Что значит неавтоматизированная торговая точка? Это значит, что вы в системе ведете на этом складе, то есть, допустим, это может быть какой-то магазин или палатка или киоска, то есть на самом деле это не имеет существенного значения, как вы его назовете. Но смысл в том, что в этом складе ведется суммовой учет. То есть не количественно суммовой, а суммовой. Сейчас мы с вами посмотрим настройки, которые мы можем задать для неавтоматизированной торговой точки. Ну и, соответственно, раньше, когда у нас действовал ЕНВД, можно было проставить галочку и отметить, что это у нас ЕНВД. Сейчас, поскольку такого режима уже не существует, то у нас может быть особый порядок на налогообложение по какой-то другой причине. И мы задаем типы цен, по которым в этом складе, то есть в этом складском подразделении, будет учитываться, ну, то есть, соответственно, по каким типам цен. Это может быть учет по оптовым цене, по оптовым, то есть по закупочным ценам, например, без розничных надбавок, может быть, с розничными надбавками. У меня установлены тип цен розничных. Как вы видите, здесь выбирается достаточно просто. По вот этому треугольничку я захожу, могу посмотреть все, которые у меня созданы. Ну, естественно, я могу создать и дополнительно те оптовые типы цен, не оптовые, извините, а типы цен, которые у меня могут применяться. И, соответственно, с какой группой товаров, с какой группой номенклатуры будет работать этот конкретный склад. И второй момент, обратите внимание, вот здесь вот переход по гиперссылке. То есть, когда мы с вами вот здесь заполнили все, здесь у меня сейчас доступен выбор оптовый склад розничного магазина и не автоматизированная торговая точка. Мы сейчас говорим про неавтоматизированную торговую точку. То есть, это автоматически обозначает, что у нас на этом типе склада присутствует суммовой учет. И счета учета номенклатуры мы можем создать и, соответственно, указать, какие виды номенклатуры на каких счетах учитываются. Здесь может быть деление по видам товаров, по еще каким-то признакам. То есть, может быть, 41 счет, например, с субсчетами или дополнительно. То есть, всю информацию, которая будет привязана к этому типу склада, мы должны задать здесь. Основной склад – это склад, который создан был автоматически. И вы здесь обратите внимание, есть небольшая тонкость и опасность. То есть, когда мы создаем новый склад, задаем тип склада и так далее, то есть, при запуске программы у нас создается автоматически основной склад. И вот в этом случае нужно совершенно четко понимать, что если мы оставим это наименование «основной склад», то у нас может получиться путаница. То есть, если в документах каких-то товародвижения, то есть перемещение, требование накладное, еще какие-либо документы, мы указываем основной склад, идентифицировать его в системе бывает достаточно сложно, особенно если таких складов несколько. То есть, когда мы работаем с этим складом, то, конечно, нужно задать правильное наименование, но хотя бы идентифицировать по месту расположения. И, собственно говоря, группа складов, мы можем их группировать, там, например, склады, склад металла, склад дерева и так далее. И следующий момент, что у нас здесь оптовые цены. То есть, соответственно, вот я уже показывала, как мы это делали, мы переходим в типы цен, выбираем оптовые цены, и, соответственно, обратите внимание на поле «Ответственное лицо». То есть, если вы не хотите все документы, которые касаются складского учета, заполнять в режиме ручного редактирования, то, конечно, здесь нужно записать фактически того сотрудника, который у вас отвечает за сохранность товара, материальных ценностей и осуществляет работу с документами. В этом случае при составлении складских документов его подпись будет в нужных местах вставлена. То есть, это ответственное лицо, мол, материально ответственное лицо, которое отвечает за документальное оформление движений по складским транзакциям. Так, это мы с вами посмотрели. Нет, я не буду изменять. И розничный магазин – это, соответственно, розничная торговая точка. У нее розничный тип цен. То есть, если мы перейдем вот по такой пиктограммке, посмотрим свойства этого типа цен, то вы видите, что мы можем задать здесь сведения, включает или не включает НДС данная цена, задать порядок округления по арифметическим или по другим правилам производится округление и так далее. Зачем нужны типы склада и типы цен? Ну, типы цен мы привязываем к определенным видам номенклатуры, а тип склада обозначает, что, ну, во-первых, вид торговли, который мы используем, то есть, например, оптовая торговля или розничный магазин, в этом случае на этом складе могут производиться определенные виды отгрузки. То есть, может быть реализована, например, работа с оптовыми покупателями, которые покупают крупные партии, то есть оптовые партии товаров, а в розничном магазине у нас, в принципе, должен соблюдаться принцип, что такой склад используется для реализации товаров конечным потребителям, то есть розничным покупателям. И здесь сразу уже тогда включается, что должна или не должна иметься контрольно-кассовая техника, ну, то есть дополнительные требования, которые будут предъявляться в этом случае. Так, мы сейчас отсюда с вами уйдем. Так, торговый зал. Нет, мы не будем сохранять эти изменения, но просто закроем. Итак, типы складов у нас могут быть не автоматизированная торговая точка, оптовый склад и розничный склад. Ну, естественно, в этом случае желательно соблюдать структуру, которая у вас есть. То есть, например, если у вас есть магазины, то это должен быть оптовый склад, магазин такой-то, ну, то есть, чтобы по наименованию вы могли точно определить, откуда он берется. Ну, то есть, что это за основной склад. В противном случае у вас будет список, например, 3-4 позиции основной склад. И вы, собственно говоря, в этом случае хорошо, если вы четко запомнили по номеру, например, по коду какой-то склад. Но чаще всего это, естественно, вызывает вопросы. Снова сейчас мы с вами переключимся на наши слайдики. Итак, мы с вами посмотрели, где можно ввести ваши склады, ну, то есть, структуру ваших складов. И перед тем, как вы начнете работать с складскими документами, вам нужно построить структуру, то есть, ваша организация. Переходите в справочник организации, заполняйте все сведения, которые касаются конкретных юрлиц. И структуру ваших подразделений, то есть, складов, то есть, складское хозяйство. Теперь мы с вами перейдем вот на такой слайде, как я уже говорила, мы его только что посмотрели и руками потрогали. То есть, мы создаем такие склады, которые соответствуют вашему структуре вашего бизнеса. И здесь напоминание, то есть, где найти. То есть, это у нас раздел справочники, товары и услуги и раздел склады. Так, теперь еще, что мне хотелось показать вам. То есть, при учете, при складском учете в 1С у нас, в общем-то, максимально простой раздел. И есть очень немного документов, которые у нас в складском учете поименованы. И сейчас мы посмотрим, то есть, в разделе требования накладная, мы посмотрим, что у нас, нам доступно. То есть, раздел склад. И, как вы видите, вот у нас здесь есть перечень документов, которые сопровождают складской учет. То есть, на самом деле, этих документов очень немного. И самые распространенные из них, например, оприходование товаров у нас живет в разделе покупки и продажи. То есть, отгрузка покупателей у нас расположена в разделе продажи. То есть, раздел покупка – это то, что послучаем мы от наших поставщиков. В разделе продажи – это документы реализации нашим, ну, соответственно, клиентам, партнерам. А остальные документы по товародвижению перечислены вот здесь. То есть, это у нас передача материалов в производство. То есть, в этом случае мы составляем документ требования накладная. И документы, которые сопровождают перемещение товаров. Ну, то есть, это могут быть и передача в обработку и перемещение между складами и так далее. И, собственно говоря, с всего-то документов, на самом деле, как вы видите, две, два вида. То есть, если мы оформляем требования накладная, у нас тоже так же, как и с другими документами, открывается журнал учета, то есть журнал всех документов, в котором зарегистрированы все созданные нами документы. То есть, документ требования накладная, он, в принципе, достаточно давно существует и без особых изменений просуществовал, поскольку он фактически выполняет роль только списания в производство каких-то сырья и материалов. То есть, в этом случае, когда мы выбираем этот документ, мы создаем, заполняем шапку, соответственно, выбираем сведения, которые должны использовать при виде операции. То есть, мы можем передать сотруднику, например, подотчет, и можем, в этом случае у нас изменится интерфейс, и станет доступно поле сотрудников для выбора. Ну, соответственно, если у нас использование материалов, то в этом случае интерфейс тоже немножко меняется, и у нас теперь доступна цель расходов. И здесь мы можем создавать, то есть, вводить любую информацию. Ну, соответственно, это может быть списание на ремонт, списание, например, для производства готовой продукции. Ну, то есть, то, что соответствует вашим бизнес-процессам. И обратите внимание вот на такую ссылочку. То есть, это гиперссылка по списанию. Это тоже мы должны настроить счета списания. То есть, это ГФУ, группа финансового учета, и указать, на какой счет мы в этом случае, например, если это просто расход, ну, например, вы делаете какой-то ремонт на складе, и в этом случае вы списываете материалы сразу на затраты. Вы указываете счет затрат. Здесь, на самом деле, сейчас вот, если мы вот так посмотрим, стандартные, то есть, мы обращаемся к плану счетов и указываем совершенно конкретные счета. Если вы используете, здесь могут быть и субсчета, и, соответственно, вот здесь вот вы описываете аналитику и подробности, что конкретно в этом случае вы хотите отобразить. И эта же форма у нас применяется, так не хотим мы сохранять, если мы работаем с довальческим сырьем. То есть, если, например, мы передаем материалы для переработки на сторону, ну, в этом случае я взяла первую попавшуюся, и, соответственно, я могу посмотреть, что это, но и добавить табличную часть. То есть, соответственно, здесь будет указан, какой товар, в каком количестве, на каких фитах учета и куда передается. То есть, подробности этой транзакции. И так, сейчас мы это уберем. И на закладочке материала у нас, в общем-то, та же информация. И поле комментарий, вот это вот, хочу обратить ваше внимание, это комментарии, которые делаются для себя, ни в печатных формах, ни в каких отчетах это поле не будет отображаться. То есть, это ваши комментарии, которые вы будете видеть в общем журнале документов. И больше они нигде не будут отражаться. То есть, вот оно, поле комментарий. И вы его увидите. Свой комментарий увидите вот здесь. Снова вернемся в наш раздел. Это мы с вами поговорили про расход материалов. То есть, требование накладное. Перемещение товаров, это чаще всего форма М15. Ну, вот, допустим, когда товары перемещаются между складами. То есть, одного склада передается на другой. В этом случае мы заполняем шапку. То есть, организацию, которая передает. И получатель, то есть, склад куда передается. И опять же, вид операции мы с вами должны выбрать, что это передача между собственными складами или передача между сотрудниками. И кто отправитель, то есть, какой склад является отправителем. Здесь у нас есть с вами три закладочки. Закладочка товары. Соответственно, мы можем через подбор, если мы выбираем подбор, то мы с вами видим вот такое диалоговое окно, где мы можем выбрать группу, например, и уже с группы выбирать конкретные позиции. В этом случае здесь есть одна тонкость. То есть, мы видим сразу остаток, складской остаток, и я уже могу четко понимать, что если я хочу переместить какое-то сырье, а у меня его нет, то вот я вижу вот такую картинку, программа мне будет ругаться. Другой вопрос, если я, например, знаю, что у меня уже утром сегодня поступила машина на склад, то есть, там такие остатки есть, и, возможно, просто не оперативно проведены документы, но, естественно, в этом случае я набираю табличную часть уже с учетом этих своих секретных знаний. Если мы перемещаем не только не собственные товары, а, например, товары, которые мы получили на комиссии. То есть, в этом случае мы, например, получили какую-то партию комиссионных товаров и осуществляем перемещение этих товаров по своим торговым точкам. И закладочка «Возвратная тара», потому что, естественно, возвратная тара-то может быть разным, то есть, это может быть и картонная упаковка, это может быть и, например, вагоны, цистерны, ну и так далее, то есть, дорогостоящая возвратная тара. Когда мы заполнили этот документ, то у нас с вами доступны несколько печатных форм этого документа. То есть, если это перемещение между своими складами, то мы можем использовать унифицированную форму торг-13, а может быть другая, вот запишем, сейчас она чего нам не даст, может быть вот упрощенная форма документа, может быть и другая форма, которая, например, М15. Так, это мы сейчас закроем. И снова вернемся в раздел «Склад». Значит, мы с вами определили, что вот в этом разделе, раздел «Склад», находятся документы, которые сопровождают различные складские операции. Может быть комплектация номенклатуры, но проводить комплектацию номенклатуры вы можете в том случае, если вы в первоначальных настройках и в настройке функциональности такую возможность предусмотрели, то есть поставили чекбокс. Ну и естественно ситуация, когда безвозмездная передача товаров. Когда мы перешли по этому пункту, то у нас опять же открывается общий журнал документов. И здесь какие-то документы мы можем через меню создать. Мы можем написать, что безвозмездно передается там кому конкретно, в каких случаях. И что в этом случае мы используем обычную корреспонденцию, то есть если безвозмездная передача, это у нас 91-й чаще всего работает счет. И значит вот здесь мы должны определить прочие доходы или расходы, то есть определяем, вот выбираем подходящую нам по смыслу ситуацию, причину. И в общем-то здесь у нас сложного ничего нету. Здесь создается документ. Чаще всего, конечно, только 13 используется. И создаются документы либо требование накладная. То есть вы можете ее оформить и вот через это меню, но вы можете и вот отсюда ее использовать, создать этот же документ. И здесь у нас еще возможный обычный торг 12 или УПДшка, то есть в зависимости от того, какие документы вы у себя в расчете применяете. Теперь снова возвращаемся с вами в раздел «Склад». И вот здесь у нас есть очень интересный документ «Инвентаризация». В последних релизах других программ, где используется, например, «Складской учет», например, «Герпи» и так далее, раздел «Инвентаризация» переименован. И он может звучать как «Пересчет». То есть слово «Инвентаризация» может не звучать. Но, тем не менее, «Пересчет товаров» – это практически та же инвентаризация. И, соответственно, в этом случае при переходе на инвентаризацию товаров у нас открывается общий журнал документов, то есть журнал всех моих инвентаризаций. И здесь очень важный момент у нас заключается в том, что для того, чтобы инвентаризация у вас была легитимной, чтобы вы могли предъявить потом претензии, если обнаружилась какая-то недостача, чтобы предъявить претензии материально ответственным лицам, у вас должны быть правильно оформлены документы. То есть, соответственно, первая инвентаризация должна проводиться по документу. Это может быть приказ, распоряжение, ну, то есть документ, который запускает, так сказать, проведение этой инвентаризации. И, соответственно, должно быть решение о проведении инвентаризации, приказ о назначении инвентаризационной комиссии, куда должны входить материально ответственные люди, то есть складские работники. Это раз. Контролирующие работники, ну, чаще всего, это, конечно, сотрудники бухгалтерии, это два. Ну, и, возможно, добавление, так сказать, сторонних наблюдателей, то есть каких-то общественных деятелей, это три. Для того, чтобы составить весь этот комплект документов, в Одинэске не надо предпринимать каких-то отдельных телодвижений. Это у нас заложено уже здесь. То есть, закладочка проведения инвентаризации, мы должны запомнить с какого по какое. То есть, например, ну, пусть оно у нас будет со вчерашнего дня по сегодняшний день. Следующий документ основания мы выбираем. То есть, чаще всего, это, конечно, приказ, но может быть постановление, может быть распоряжение. Это в зависимости от вашего документа оборота. Проставляем вот здесь вот номер номер и вот какой даты. Значит, если я с четвертого инвентаризацию провожу, то, соответственно, приказ, который запускает, так сказать, производство эту функцию, то есть этот процесс, извините, неправильно сказала, должен быть датирован более ранним числом. Например, я поставлю третьим. И причина. Причинами инвентаризации у нас могут быть, во-первых, плановая инвентаризация, которая проводится один раз в год. И по требованию законодательства это должно быть конец года, то есть, например, там 30-31 декабря и так далее. И, соответственно, может быть вне плановой инвентаризации, если, например, обнаружились какие-то причины, которые позволяют сомневаться в сохранности товара материальных ценностей. Или, например, сотрудники бригады высказывают какое-то недовольство или недоверие своим коллегам и просят провести инвентаризацию. Ну, то есть, вот здесь мы пишем произвольный текст. Я напишу, что плановая инвентаризация. Плановая. Вот. И после этого мы переходим на закладочку инвентаризационная комиссия и добавляем сюда членов этой комиссии. Ну, я выбираю вот первую попавшуюся жертву и, соответственно, дальше перечисляю всех, кто входит в этот перечень. И выделяю, то есть, если я оставлю вот здесь вот отметочку, то у меня вот этот персонаж будет являться председателем. То есть, я сейчас их несколько человек выберу. Вот так. то есть, у меня Абрамов это председатель, Голованов это ну, просто сотрудник, который, на которого возложена такая обязанность. И вот теперь я, например, записываю эти изменения. И теперь я могу вывести печатную форму. Во-первых, самой ведомости. Вот вы видите. а во-вторых, я могу распечатать документы, которые составляются для придания легитимности этому процессу. То есть, поскольку инвентаризация у нас выявляет различия, то есть, может быть, какие-то недостачи и так далее, определяет виновников, то и документы, соответственно, должны быть оформлены полностью комплект, который сопровождает проведение инвентаризации. То есть, я могу вывести приказ о проведении инвентаризации. Он у меня будет выглядеть вот таким образом. Как видите, вот председатель комиссии это мой Абрамов. Ну, а дальше, соответственно, те сотрудники, которых я выбрала вот на этих закладочках. И, естественно, генеральный директор Ивашенко, руководитель. То есть, это ответственные сотрудники, которые при первоначальных настройках задаются для указания в документах. Так, и на закладочке товары я могу заполнить, то есть, я могу, во-первых, добавить вручную несколько строчек, а могу с помощью кнопки заполнить выбрать вот такой режим, то есть, заполнить по остаткам на складе. В этом случае мне будут выведены сюда все позиции, которые имеют какие-то складские остатки. Вот здесь обратите внимание очень важный момент. Если брать официальное требование законодательства, то при инвентаризации инвентаризация должна проводиться сплошным, если это полная инвентаризация, то сплошным пересчетом двигаются, например, сотрудники по проходам или там что есть на складе, стеллажам, кладовым и так далее. И все, что видят, все переписывают и соответственно вносят ведомость. Может быть, что в этом случае, если у нас, например, большая номенклатура, мы можем заранее подготовить вот этот список, перезаполнить учетное количество и сумму, например. Вот если я выбираю заполнить, то перед заполнением табличная часть будет очищена и мне сюда программа внесет остатки, которые есть по учету. То есть, как вы видите, количество по факту и количество по учету будет в данном случае одинаковым. И я могу делать таким образом, что я ввела количество по учету, у меня ввела программа, а количество по факту я уже вношу ручками. И, соответственно, если я внесла количество, которое отличается от учетного, у меня программа сразу пишет, что здесь отклонение минус две штуки, например. Это имеет как плюсы, так и минусы. Плюсы это то, что не будут пропущены номенклатурные позиции, которые имеются в остатках. Но если у меня на складе есть какой-то товар, который в учете у меня не числится, в этом случае в моем перечне товаров его не будет, потому что программа заполняет по учетным данным. То есть, если, например, мне пришла на склад какая-то неотфактурованная поставка, то этот товар у меня не будет здесь заполнен, не будет здесь отражен. Мне нужно будет добавлять, собственно, вот через кнопочку добавить, я могу добавить любую позицию, которая у меня есть, но если у меня такая позиция имеется, то я могу просто забыть о том, что ее надо добавить в этот список. То есть, это минус. Плюс это то, что у меня в этом случае будет, ну, если я заполняю вот таким образом, то у меня не будут пропущены никакие позиции, которых может быть уже нет в наличии, или, например, у меня есть какой-то пересорт. В этом случае у меня уже будет отражено то, что у меня по учету, и мне нужно будет добавлять документы об оформлении пересорта. Теперь дальше мы с вами составили инвентаризационную опись. Соответственно, мы ее сохранили, провели, и все такое. Выполнили весь необходимый ритуал оформления документов. и теперь у меня есть возможность на основании этой моей инвентаризационной ведомости либо оприходовать излишки, то есть, например, если у меня пересорт, значит, я в этом случае должна оприходовать излишки и списать недостачу. В этом случае вот так оприходование товаров, это у нас отдельный журнал документов и вот документ оприходования товаров, создания. То есть, в этом случае мы можем сформировать вот такой документ на основании ведомости инвентаризационной. И в этом случае соответственно мы делаем документ накладная на оприходование товаров. Вот в этом случае нужно помнить, что если мы с вами оприходуем или списываем товары в результате инвентаризации, то в этом случае все, что мы нашли излишков, то есть, что мы должны оприходовать, попадает под налогообложение. То есть, в этом случае мы платим с обнаруженных товаров налог как безвозмездно полученный товар материальной ценности. А вот если мы списываем с вами товары, ну то есть, опять же, например, пересорт, и у нас пять одних товаров оказалось, на пять товаров каких-то мы оформили оприходование излишков, а на недостающие пять товаров мы оформили списание, то оприходованные пять товаров пойдут под налогообложения, а вот списанные не будут учитываться составе затрат. То есть, вот это вот нужно помнить. Так, это мы с вами закроем. И, собственно говоря, вот здесь вот нас интересует уже только о приходовании списания мы с вами поговорили, инвентаризация с помощью ТСД. То есть, это терминал сбора данных. С его помощью очень удобно на самом деле проводить инвентаризацию, потому что это аппарат, который необходимо изначально просто подключить как внешнее оборудование. И после этого, то есть, соответственно, он считывает информацию по штрих-кодам и после этого передает эти сведения в программу и ведомость формируется легко и быстро. То есть, практически достаточно пропикать. Но здесь вот почему у нас это выведено в отдельный пункт, потому что, видите, гиперссылку подключаемое оборудование. То есть, для того, чтобы работать с ТСД, нам нужно его сначала подключить и, соответственно, связать с нашими справочниками и с нашей программой. Так, это мы с вами позакрываем. Сейчас. Вот. И снова меню склад. Соответственно, когда мы с вами говорили о том, что мы создаем разные типы складов, ну и, соответственно, разные типы цен, то вот у нас здесь выведен блок работы с ценами, то есть, установка цен номенклатуры, переоценка, например, в рознице товаров. И в отдельный блок выделен блок спецодежда и инвентарь. Собственно, смысл этого выделения в том, что это не совсем стандартное списание, то есть, мы сначала передаем, например, спецодежду, какой-то инструмент, мы их передаем материально ответственным лицам, и в этом случае у нас будет работать документ передачи материалов в эксплуатацию. А потом, по стечению какого-то срока, ну, например, у нас срок службы ну, униформы, например, летний год, значит, в этом случае мы выдали человеку эту нашу униформу, и через год у нее срок эксплуатации закончился. Значит, мы должны будем списать эту униформу не с какого-то конкретного склада, а с материально ответственного лица. То есть, в этом случае у нас будет документ списания материалов из эксплуатации. А вот если мы с вами опять же переходим в этот раздел, у нас открывается общий журнал документов, и вот здесь у нас видите есть закладочки спецоснастка, инвентарь хозяйственной принадлежности, и мы можем ругать, а что? Ну, то есть, соответственно, мы можем как по кнопочке заполнить, подобрать данными из программы, так и вручную добавить какую-то строку, соответственно, в этом случае вот мы уже выбираем из списка, например, номенклатуры. Закладочка спецоснастка, может быть, это какой-то дорогостоящий инвентарь или оборудование, ну, то есть, в этом случае мы передали его на материально ответственное лицо, и если срок службы его закончился, то должны списать. И на закладочке списания мы проверяем, то есть, у меня настроен 26-й счет, но у вас, соответственно, может быть и 25-й, и 44-й, то есть, то, что соответствует вашим бизнес-процессам, и должны указать статьи затрат. В моем случае статьи затрат выглядит вот так, то есть, те, которые вот с такой пиктограммкой, черточка с кружочком, это установленные при установке программы, установке конфигурации, а вот где точечки нет, вот такие, это уже я наваяла самостоятельно, через кнопочку создать, и я себе сделаю сколько хочу статей затрат, которые соответствуют моим бизнес-процессам. Ну, единственное, лучше статьи затрат заранее согласовывать между руководителем и главбухом, и, соответственно, ограничивать право создания этих затрат, потому что в противном случае у вас может быть достаточно большое количество и дублей, каких-то непонятных статей затрат, что, естественно, будет замедлять работу и сотрудников, и программы. Так, это нам пока не надо, мы это уберем сейчас вот так. И дальше, значит, мне хотелось еще один момент вам показать. То есть, на самом деле, раздел склад у нас, как видите, содержит и рабочие документы, с которыми мы работаем, и установка центру и дополнительные сервисы. Ну, спецодежда, специнвентарь мы уже проговорили, то есть, на самом деле, списывается это достаточно просто, никаких сложностей здесь нет. А вот есть еще ссылка на настройки и ссылка на отчеты. Что это такое? То есть, практически в каждом блоке, кроме раздела администрирования, у нас в каждом блоке есть раздел настройки или работа со справочниками. Практически это переход, вот видите, настройки, то же самое. То есть, это просто быстрый переход к тому месту, где мы с вами уже были, то есть, это к настройке функциональности. И здесь, соответственно, вам показывают, что если вы вдруг что-то забыли в процессе настройки отметить, то вы всегда можете вернуться и поставить нужный чекбокс, то есть, отметить активацию дополнительного функционала. Так, а вот с отчетами более интересная ситуация, то есть, отчеты, видите, возможность просматривать отчеты по оперативным данным, ну, естественно, по бухгалтерским и вот в разных разрезах. Чаще всего, конечно, используются остатки товаров, при этом, хочу вот что отметить, у нас конфигурация бухгалтерия, на самом деле, раздел склад, это, пожалуй, самый лаконичный раздел во всей программе, то есть, как вы видите, здесь нет отчетов, которые касаются оперативного учета, не загружено какой-то дополнительной аналитикой, то есть, будут работать ГФУ, то есть, счета, группы финансового учета, которые вы указали для номенклатуры, например, и будут работать все стандартные бухгалтерские отчеты, то есть, анализ счета, карточка счетов и так далее. И специфические, которые вы можете немножко настраивать, это вот, я вам сейчас открыла остатки товаров, то есть, здесь мы, соответственно, задаем дату и задаем, какое наше юрлицо это делает, и потом кнопочка сформировать и вот наши данные, которые есть в программе, но здесь мы можем с вами сделать небольшие настройки, то есть, вот по этой кнопочке мы с вами переходим в раздел настроек и указываем, то есть, вот у нас закладка группировки, у меня сейчас выбрано, то есть, что группировка по складам и группировка по номенклатуре и есть вот такие вот кнопочки, что это такое и для чего, то есть, если я хочу, чтобы у меня в начале отчета стояла, например, номенклатура, то я могу вот так передвинуть, а потом у меня будет уже пункт склад, в этом случае, я, если нажимаю сформировать, я получаю, видите, то есть, на первом месте у меня стоит номенклатурная позиция, а уже на втором месте, где она находится, такой вид отчета не всегда удобен, поэтому я могу сделать по-другому, я могу поставить сначала склад, а потом номенклатуру, в этом случае у меня будет формироваться сначала склад, как вы видите, и потом уже, что конкретно на этом складе находится, в принципе, ну, чаще всего используют вот такую настройку, потому что обычно, если нужно анализировать складские остатки, то обычно их анализируют в разрезе склада, если я в этих настройках просто, например, уберу галочку склад, то у меня будет одним общим списком, без разбивки по складам, на закладочке отбор, я могу точно так же поставить, например, отбор по номенклатуре, по складам, в этом случае у меня вот здесь вот, как вы видите, есть вид сравнения, например, равно, он у меня точно так же есть группировка, и если я вид сравнения хочу изменить, то есть, например, я не хочу конкретную позицию там в шоколадке лесной зайчик, а, например, хочу увидеть список всех шоколадок, то есть, я в этом случае выбираю в списке и дальше в поле значения выбираю, что конкретно я хочу добавить, ну, вот, например, у меня конфеты, вот это у меня появляется в поле отобранные товары, то есть, отобранный список, и в этом случае у меня отчет, когда он будет сформирован, покажет отобранные мною товары, ну, соответственно, на дополнительных полях, обратите внимание, я могу выбрать в каких единицах, то есть, это может быть коробки, палеты, ну, еще какая-то тара и так далее, и могу добавить конкретную сортировку, какую-то, которая меня, например, интересует, ну, я хочу, чтобы у меня отражались все выбранные товары в разрезе, ну, например, подразделений, то есть, в этом случае у меня будут подразделения начитаться, и немножко можно поиграть с внешним оформлением, то есть, внешнее оформление, это у нас вот такие практически это графические инструменты, то есть, мы можем использовать не только черно-белый, мы можем использовать и другие графические настройки, после того, как вы выставили какие-то настройки, вы нажимаете сохранить настройки, тогда при последующем открытии эти настройки будут сохранены, если вам эти настройки не надо сохранить, то, соответственно, эту операцию можно пропустить, так, снова вернемся сейчас к нашим слайдикам, и вот, что я хотела вам еще показать, то есть, это отчет, который мы с вами только что посмотрели, это остатки по складам на какую-то конкретную дату, и, ну, какая-то товарная группа у меня отмечена, но, кроме этого, у нас с вами есть еще и другие варианты по отчетам, сейчас я переключилась вот снова на демобазу, и у нас с вами есть вот здесь в меню операция отчеты, и то, что касается учета складского, вот здесь хочу обратить ваше внимание вот на что, то есть, на самом деле дополнительных как бы отчетов, которые, кроме основных бухгалтерских отчетов, и кроме остатков по складам, у нас здесь особо не предоставлено, но у нас предоставлена другая аналитика и возможность проведения других отчетов, располагаются они у нас, вот видите, раздел анализ учета, и, соответственно, вот эти вот анализы, они не конкретно склада касаются, но касаются других аспектов, то есть, вот, например, экспресс-проверка учета, это у нас возможность проверить настройки, которые и не бухгалтерские, и не касаются оперативного учета, но тем не менее, значит, они очень облегчают жизнь, то есть, у нас здесь тоже есть настройки, которые мы можем либо выбрать, то есть, соответственно, проставить чекбокс, либо снять этот чекбокс, то есть, обратите внимание, положение учетной политики, и дальше вот идет перечень того, что будет анализироваться, я могу выбрать из этого что-то конкретное, то есть, оставить какие-то конкретные галочки, могу оставить все, могу просто снять флажок, и тогда этот аспект не будет анализироваться, анализ состояния бухгалтерского учета, то есть видите здесь тоже достаточно большой перечень что можно сделать отдельный отчет это по кассе, то есть это по движению денежных средств, причем обратите внимание, здесь анализируется наличие или отсутствие непроведенных документов, то есть документ сделан, но не проведен ну естественно отрицательные остатки и то что не проверяется в других местах это соблюдение нумерации по приходно-кассовым артирам и по расходно-кассовым артирам и выдача денег под отчет только после отчета по ранее выданным суммам, вот этот вот кстати пункт обычно вызывает больше всего нареканий потому что особенно в крупных предприятиях это соблюдается а в мелких предприятиях это может не соблюдаться достаточно длительный период, если сказать так вот и собственно все вот эти отмечки я могу проставить и когда я все-таки решилась, что у меня все пусть будет все проверяется я нажимаю выполнить проверку и в этом случае у меня получается вот такой вот красочный отчет то есть по плюсику я вижу, что у меня здесь какой-то косяк я допустила и вот я вижу, что у меня конкретно использование счетов учета отложенного налога а что же я здесь сделала неправильно вот у меня ответ учетная политика была задана задним числом или изменена задним числом и соответственно в этом случае я вот так по плюсику могу перейти туда откуда растут ноги и перейти в конкретные документы и посмотреть, что у меня в этом случае происходило и как это исправить ну как исправить у меня видите в рекомендациях написано ну а соответственно и введение книгопокупок по налогу на добавленную стоимость то есть здесь я тоже тогда в этом случае открываю подробности про ошибку смотрю, что у меня здесь было неправильно и естественно перехожу по рекомендации исправляю эти ошибки то есть вот это на самом деле очень удобная проверка и позволяет вы выявить так сказать ну если можно так сказать канцелярские ошибки которые не влияют на бухучет то есть нумерация приходников и расходников на финансовый результат не повлияет но тем не менее как ошибка это будет рассмотрено на этом к сожалению наше время уже с вами заканчивается и сейчас мы с вами вернемся к слайдам и вернемся если быть более точным к началу нашей встречи то есть я еще раз хочу показать вам стартовую картинку с нашими координатами это почта это телефоны телеграм-контакты и пригласить вас к сотрудничеству мы будем рады оказаться вам полезными мы рады выполнить любую работу касательно программы 1С так что милости просим разрешите поблагодарить вас за время которое вы нам уделили и за интерес к нашим мероприятиям на этом компания Кодерлайн прощается с вами всего вам доброго хорошего дня спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Продолжение следует...